Как нужно выбрать плитку для того, чтобы у нас мозг мог отключиться? Истории про лебедь, рак и щуку. Я не очень доволен. Может быть дизайн без дизайна? Скорее нет, чем да. Дизайн разве не продает свой вкус? Чем меньше, тем лучше. Мы с вами больше не увидимся. Неправильно. Являюсь главным редактором журнала о керамической плитке Арчер. И про плитку знаю все. Но для объективности мы пригласили Надежду Ложко. Опытный и очень известный дизайнер в России. И попробуем не ошибиться и давать правильные советы. Поэтому к тебе первый вопрос. Как ты думаешь, ты как дизайнер, как нужно выбрать плитку? Как ты ее выбираешь? Ситуации, связанные с бюджетом, первое. Задача, которая была по проекту, определена. Это второе. И в рамках концепта этого проекта. То есть стилистика. Ты не согласишься с теми ребятами, которые утверждают, что если это небольшой санузел, то плитка должна быть небольшого формата. Небольшой санузел, небольшой формат. Вообще нет взаимосвязи между этим. Если маленький санузел, я бы там не мельчила совсем мелким форматом, потому что он не даст должного эффекта. Мое мнение, что нужно учитывать обязательно психологию, если можно так назвать. Я заметил, что чаще всего люди очень хотят тот дизайн, который для домашнего уюта, он не совсем подходит. Что касаемо домашнего интерьера, на мой взгляд, он должен быть обязательно спокойным. Для того, чтобы у нас мозг мог отключиться или как минимум отдохнуть. Начнем с того, что людей, которые хотят вау-эффект дома, крайне мало. Просто единицы. Дизайнеров больше, которые создают эти вау-эффекты, решают почему-то, что если сделать яркий, кричащий, пульсирующий акцентами интерьер, это будет круто и интересно. Но как бы креативно. На мой взгляд, не совсем правильно. Если клиент, если заказчик не просит таких спецэффектов, можно так назвать, то, конечно, интерьер должен быть спокойным. Спокойным, потому что человек дома отдыхает. Нам достаточно наших офисов, мегаполисов, транспорта, людей, тех яркостей, которые мы в течение дня встречаем. Поэтому дома нужно отдыхать. Ну, можно сказать, что это один из важнейших аспектов в выборе, в том числе, стиля дизайна и концепцию, цветовую гамму? Нет, концепцию цветовую гамму задает общий интерьер. А санузлы – это одна из поддерживающих, одна из составляющих этого интерьера. Что значит с точки зрения стилистики? Ну, есть разница. Объясни, пожалуйста. Стиль интерьера. Стиль интерьера. Он может быть классический, он может быть современный. Или под какой-нибудь подстилевой, а-ля, Прованс. И все три эти истории будут разные. В современном стиле ты используешь плитку, так скажем, одних фактур и формата. Может быть, даже крупноформатные. А в классическом интерьере ты используешь другие приемы, другую плитку выбираешь. Она может быть с классическим рисунком, с бордюрами, декорами, что неприемлемо использовать в современном интерьере. То есть перед тем, как выбрать плитку, сначала нужно выбрать для себя стиль интерьера. Конечно. Цветовую гамму, она как-то имеет значение? Какие цвета в спальне комнаты, на кухне и с тем, что будет в санузле? Влияет, безусловно. Потому что для меня логично иметь интерьер, который, если идти из помещения в помещение, логично перетекает из одного в другое. Не получается истории про лебедь, рак и щуку. Что здесь помещение красного цвета, там зеленое, тут желтое, а тут синее. Если нет такой заявки, нет такого желания у заказчика. А если есть? Тогда будем работать в том, что интересно заказчику. И соединять. То есть даже если там полная бескусица, все равно ты соглашаешься на такие интерьеры? Нельзя давать жесткие определения полная бескусица. То, что хорошо одному, может нехорошо другому быть. И то, что красиво одному, может быть некрасиво другому. Есть человек, это его дом, и я для него создаю этот интерьер. Соответственно, если он любит, и у него максимум удовольствия от такого, да, сочетания ярких цветов, и он хочет и так, и так, и готов в этом жить, ну, хорошо, да, на то и... Но он готов здесь и сегодня. Хорошо. Здесь и сейчас. Да. Я объясняю... Пойдет год, и он поймет, что это все... Я объясняю, что через некоторое время есть такая вероятность, что человек захочет изменить, потому что он может устать от этого. Если человек говорит, я не устану, мне это нравится, я всегда так жил, значит, мы будем в этом ключе разрабатывать ему интерьер. Почему нет, это его дом? Я думал, что... Я спрошу у тебя, как выбрать плитку с точки зрения дизайна или как выбирает дизайнер керамическую плитку, но кажется, что ответ... Он очевиден. Я не очень доволен. Для кого очевиден? Для тебя очевиден? Он очевиден для меня, конечно. Во-первых, я работаю по точным критериям. То есть я не, так скажем, магазин, у которого есть масса разновидного, разнообразного товара, который, в общем-то, приди и выбери, да, что ты хочешь, что тебе нравится. Как правило, я работаю уже с критериями, которые мне задают заказчики. Я хочу интерьер в современном стиле, мне нравятся определенные цвета, я, так скажем, приверженец определенных форм. И когда я получаю три вот эти конкретные задачи, из них я составляю будущий интерьер. Поэтому у меня нет такого, хотите так, я могу сделать альтернативу, да. Я задам по-другому вопрос. Может ли быть дизайн без дизайнера? Ну, конечно, может. Но я задам его по-другому. Может быть? Может быть дизайн без дизайнера? Конечно, может быть. Открой интернет и ты увидишь массу примеров дизайна без дизайнеров. Я имею в виду, может быть правильный гармоничный дизайн без дизайнера? Скорее нет, чем да. Большинство наших клиентов – это люди, которые хотят самостоятельно покреативить и сделать себе дизайн, как они считают, под их вкус. Поэтому скажи, пожалуйста, что нужно им знать, что нужно учитывать и как им именно, то есть людям, которые без дизайнера будут выбирать плитку, как им выбрать плитку с точки зрения дизайна? Наверное, самый важный совет, который я могу в этом плане или рекомендацию дать, это попытаться исключить чрезмерное украшательство своего жилья. Потому что у очень многих людей искореженное понимание о том, что такое креатив и каким должен быть дизайнерский, слово дизайнерский в кавычках, интерьер или ремонт их жилья. Им кажется, что чем больше они туда внесут элементов, тем это будет креативней. На самом деле создается и получается какафония в итоге. Набора предметов, элементов, цветов, фактур, текстур, декоров и это получается каша. Им кажется, что чем больше. Почему? Потому что они видят конкретно одну стенку или одно помещение. Дизайнер смотрит в целом на весь интерьер. И когда он предлагает определенное решение, он понимает, как это решение будет завязано со всеми последующими помещениями, решениями и какой будет итоговый результат. Обычный человек не имеет такого представления, потому что он не оттачивает его. Он подходит разово к своей задаче. А дизайнер в этом работает постоянно. Поэтому у меня есть это видение, а у обычного человека нет. И когда ему достается такая тема, как ремонт дома, ему хочется все красивое сразу, одновременно в одном месте. Ему кажется, что что-то очень спокойный потолок, очень спокойные стены. Начинается украшение потолка, украшение стен, украшение пола, украшение, я не знаю, еще дверей. И тут с вензелями, и тут с цветочками, и там с какими-то рисочками, и тут с полосочками. В итоге получается просто каша. В большинстве 95%. Ошибка основная вот эта, те, что они, я так понимаю, перенасыщены отделочными материалами, предметами, декорами. Вариациями, да. Да, вариациями отделочных материалов, декоров, плитки, мебели, деталей и всего остального. Есть ли это все-таки одним предложением дать такой совет? Как он будет звучать? Ну, скорее лаконичность. Чем меньше, тем лучше. Потому что мы потом привносим в этот интерьер, что себя, свои вещи, свои любимые какие-то предметы, животные, дети. Каждый из нас чем-то увлекается. И вот в этот перенасыщенный интерьер, когда еще входит человек со всеми своими пристрастиями и хобби, и все, что у него есть, ну, начинается вообще. Мой заказчик в данный момент времени делает квартиру в Санкт-Петербурге. И вот такая же история. Мы сделали визуализацию плитки, которая ему понравилась, в магазине. Он мне прислал и говорит, ну, посмотри, ну, это же грустно, это же ужасно печально. Я, говорит, не могу в таком интерьере. Тут ничего нет, ничего интересного. Пусто. Ничего интересного, не пусто, ничего интересного. То есть когда сделан, ну, так скажем, делается предложение, действительно не вкладывает сюда ничего дополнительного, не развешиваются полотенца, все остальное. Но мы же понимаем своим умом, как профессионалы, да, что если мы делаем свободную, ну, фоновой плитки, допустим, выложенную стену, на эту стену потом навесится полотенце, те же халаты, что-то поставится. То есть привнесется масса предметов, которые на себя начнут оттягивать внимание. Пока их нет, кажется, что там ничего нет интересного, это пусто и грустно. У продавцов такой же момент. Им не важно, что будет у человека еще дальше в других помещениях. Они не ведут логичную цепочку движения человека, и что видит человеческий взгляд, когда он входит во входную дверь и проходит через все помещения, чтобы опять выйти через эту дверь. Какие стили актуальны в 2020 году? Какие стили сейчас выбрать для того, чтобы они в ближайшие 5 лет были актуальны, были популярны, и никто из гостей не решил, что это все устаревшее? Ну, наверное, самый популярный – это современный стиль с привнесением в него каких-то еще дополнительных элементов. Из каждого стиля в современный, если привнести, получится такая вот хорошая замиксованная история, которая имеет право, наверное, на ближайшие не то что 5, 10-15 лет. Какая плитка подойдет под современный стиль? Фразы, которые часто произносят дизайнеры, как мы любим, мы любим, применяют в интерьерах. А это не совсем так? То есть дизайнер разве не продает свой вкус? Дизайнер продает свой профессионализм, который приправлен вкусом, который является такой хорошей составляющей этого всего, потому что без вкуса не может быть профессионализма в этом вопросе. Смотри, у нас в плане интерьера дизайнеров и то, как, собственно говоря, люди позиционируют себя, есть несколько вариаций. Есть люди, которые говорят, мы работаем только вот в таком стиле. И весь сайт, инстаграм, все соцсети будут переполнены одного типа интерьерами. Это, ну, как бы люди одного стиля. И это их позиция, хорошо она понятна. И к ним приходят клиенты и заказчики именно на этот, которым только так нравится, никак иначе. Есть другие люди, которые могут делать любую, решать любую задачу, делать, создавать любой интерьер в зависимости от заявки. Кто-то только в классическом стиле работает, кто-то только в современном, кто-то только в минимализме. А кто-то, ну, мне, например, интересно делать разные интерьеры. Как нам выбрать плитку без дизайнера под тем стилем или под тем интерьером, который мы уже для себя определили и выбрали? Человек создает свой дом в том контексте, в котором ему приятно жить. И будь это Прованс, или Средиземноморье, или классика, или современный стиль, или Скандинавия. Наш дом, наша крепость, наша коробочка. Мы тут живем, и нам здесь должно быть комфортно. Кому-то, еще раз повторюсь, комфортно в минимализме, да, в котором нет ничего, белые стены, крупные форматы, и вот минимум текстур, фактур, цвет и всего остального. А кому-то нужно быстрого красок. Он приходит домой, ему классно. Ему классно от этого. А офисы, а ночные клубы, а торговые центры, а магазины? У них предназначение вау-эффекта. Да. То есть они изначально, дизайнеры, которые делали там интерьер, они ставили себе задачу взорвать людям мозг. Для того, чтобы это запомнилось, для того, чтобы были яркие воспоминания. Акценты, которые будут привлекать. Но когда ты дома у себя приехал отдохнуть, я думаю, все-таки имеет смысл некую гармонию соблюдать. Гармония может быть в любом проявлении. Гармония, она во взвешенности принятых решений, а не в цвете. Хорошо, я понимаю. Или в пальме, или, я не знаю, в попугай на стене. Красную Ивану можно делать? Всегда есть «но». Нет четкого определения. Можно сделать красную ванну, если человек готов в ней жить. Такие интерьеры тоже есть. Любой интерьер создается для человека. Я как дизайнер, почему я не использую фразу «я люблю такие решения»? Потому что я не себе делаю интерьер. Я интерьер делаю своему заказчику. Я буду делать, пропуская через свой профессионализм, сквозь призму своих знаний, я сбалансирую его желания таким образом, чтобы он получил желаемое, но в правильном ракурсе, виде, контексте, дозе. И тогда ему будет хорошо. Дизайнер отвечает, именно потому что он профессионал. Он берет чистое желание. Я хочу. Я хочу. Мне нравится. Мне нравится черная ванна. Отлично. Она меня будет сводить с ума в ближайшие два года. А через два года? Мы с вами больше не увидимся. Поэтому, ребята, извините, но вы сами несете ответственность за свои желания. Я правильно понимаю? Нет. Нет, неправильно. Потому что в любом случае я человеку объясняю и говорю о том, что через два года это может быть совсем другой эффект. Если вы к этому готовы, вы понимаете это и вы говорите, да, мы это слышим, понимаем, не передумывается в процессе обсуждения, принимается и утверждается, да, тогда я предупредив, пояснив, показав там ряд примеров, возможно, да, понимаешь, что человек твердо стоит в своих убеждениях. Он действительно убежден, что ему это будет хорошо, тогда он получает такой продукт, да.